Тут моя еда. Это мои макароны. Два вида макарон, каша и когда очень хочется сладкого, печенье к чаю. Это вся еда, которой может похвастаться 9-летний Андрей. И даже при таком маленьком выборе у него есть свои любимые продукты. Это вот моя любимая каша. Любимая, потому что хотя бы иногда эта каша позволяет разнообразить рацион. Ведь обычно Андрей вынужден питаться макаронами. Другая еда в доме тоже есть, только мальчику она не подходит. У нас есть заболевание фенилкетонурия. Ребенок не может перерабатывать белок. Организм ребенка не может перерабатывать белок. И нам необходима диета-терапия с пониженным содержанием белка в продуктах. С того дня, как Елена узнала, что ее сын особенный, прошло уже 9 лет. Но каждый раз, возвращаясь в воспоминаниях назад, в прошлое, ей трудно сдерживать слезы. Вся ее жизнь и жизнь Андрея состоят из постоянного контроля. Сейчас мы учимся в школе, в обычной, в средне-специальной. Учимся на четверке-пятерке. Благодаря тому, что мы строго соблюдаем диету. Питание сына и мамы раздельное. И если Елена может позволить себе любую еду, Андрею можно лишь его особые продукты. До 6 лет у мальчика была инвалидность. Она позволяла не отказывать в разнообразии этой особой еды. Елена закупала сыну через интернет из России и других стран большое количество всевозможных безбелковых продуктов. Сыры, колбасы, различные виды круп, сладости. Но в 6 лет инвалидность у Андрея сняли. И все, что осталось в качестве поддержки, это лечебная смесь, которую необходимо пить несколько раз в день. Ее мальчику будут выдавать бесплатно до 18 лет. Что касается еды, Елена вынуждена покупать ее только за свой счет. И уже порадовать сына разнообразием продуктов стало невозможным. Продукты очень дорогие. И получается, как бы разнообразия у ребенка особого нет. Это же в доступных ценах это макароны и мука там для выпечки оладьев, блинов и их хлеб. Каша самая дорогая из всех продуктов, которые сегодня могут позволить митины. Именно поэтому ест ее Андрей редко, но любит больше всего. Мальчик не устраивает капризов и истерик. Он все понимает, как взрослый. Ведь это не вопрос прихоти, а вопрос жизни, его жизни. Если забросить диету, то все их с мамой старания окажутся напрасными. В организме начнутся необратимые процессы, пойдет откат в развитии. Если поставить себе на место ребенка, и когда ты приходишь на тот же день рождения, на какого-то праздника, в школе, в детских садах есть, и твоему ребенку на столе ничего нельзя есть, потому что ты должна ее принести с собой, то становится обидно. И ты видишь, что ребенок хочет, дети же это все едят, шоколад, печенье, конфеты, ему тоже хочется. Елена воспитывает сына одна, работает диспетчером в ночную смену. Все ради того, чтобы днем быть, как и полагается, рядом с сыном. Чтобы иметь возможность отвезти его в школу, в секцию по тэквондо. Весь доход уходит на оплату жилья и на образование мальчика. На еду денег уже не остается. Андрей, как настоящий мужчина, не жалуется, но в 9 лет он все-таки еще совсем ребенок. И он имеет право не только развиваться, как сверстники, но и питаться наравне с ними. Вкусно и разнообразно, несмотря ни на какие диагнозы. И это вполне возможно, если Митиным помочь в покупке особой еды для людей, больных фенилкетонурией. Если вы хотите помочь Андрею, вы можете сделать это, позвонив его маме по телефону 8 927 267 7701. Елена Митина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok